Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Я сейчас выкладываю видосик физиологии пищеварения лекции 2 то есть то, что я ранее выложил там часть налаживания пищеварения я ее удалил из общего доступа и физиологию пищеварения я добавил вот этот вот отрывок, чтобы это была часть полная ну и между делом я человек интересующийся что, что там происходит и вот как раз ютуб подбросил вот такой вот видосик на канале Андрея Караулова врач скорой помощи рассказывает страшные вещи происходят в больницах ну я решил конечно послушать я для себя сделал вывод о лечении в официальных учреждениях что где-то они хороши а где-то надо внимательно относиться так мягко скажем итак, что я услышал? я например учился когда на оргздрав здесь в Санкт-Петербурге у меня, я спросил обычный вопрос ну я спросил, извините, спросил а какая ответственность у руководителя если он что-то не то делает? профессор разумился, что-то там помялся и выяснил, что никакой ответственности нет вопрос касается вашего конечно здоровья когда люди, которые взялись вас лечить примут не то решение ну вы поняли с такой политикой победили туберкулез вы в курсе, что мы благодаря нашим экономистам не врачам, а именно экономистам победили туберкулез? объясни как такое может быть я много слышал об этом твоя точка зрения, а как действительно мы победили туберкулез? ведь раньше говорили 100 тысяч случаев только в одной Москве по году при Лужкове как победили? объясни послушайте, как победили в нашей стране туберкулез? очень интересно ой, это очень легко значит, вы берете и туберкулезных больных больных с гепатитом и с гепатитами, с ВИЧ, с ВИЧом соответственно, не платите за них деньги то есть перекидывайте на бюджет это все не на МС, а на бюджет а бюджет не платит деньги соответственно, приходит экономист и говорит чтобы вот за этого больного пришли деньги диагнозы туберкулеза, гепатита чтобы больше не звучало вообще не было как класс на бумаге не в жизни, естественно а на бумаге, в справках в финансовых документах вот и все, вот ответ на деле это есть есть на самом деле а вот в нашем обществе получается что этого нет я этим самым видео хочу вам как бы показать то, что в реальной жизни имеется и то, что, будем говорить нам рассказывают о чем-то нам рассказывают чтобы вы как бы сняли розовые очки и заглянули что спасение утопающего дело рук самого утопающего но продолжим дальше послушайте вот еще очень интересное ну да, от немания ну обычно же сейчас заболевание пневмония и за нее заплатили деньги так вот, если сейчас набрать в интернете заболеваемость там в мире в стране то выяснится, что в России если во всем мире снижение туберкулеза каждый год один-два процента то в России за последние десять лет по статистике в два с половиной раза и почему-то мировое сообщество не пользуется опытом России вот таким интересным ну что, все ясно пойдем дальше особенно послушайте вот эти слова в принципе если бы сейчас к нам пришел фашизм ну в том понимании в котором и есть именно по определению фашизма да, то в принципе среди медицинских работников уже есть люди которые бы исполнили любой приказ то есть то, что творилось в Германии вот эта программа Т-4 когда они состребляли людей ну понятно душевно больных или же каких-то инвалидов и в принципе у нас уже готов контингент который будет это делать уже и сейчас но еще раз говорю что это просто вот черта когда услуга поменяла когда медицинская помощь меняется на услугу и когда среди верхних эшелонов власти есть такое понятие как выбить объемы и закрыть объемы а что такое закрытие объема которое они говорят допустим какой-то главный врач выбивает объемы наказания помощи по острому коронарному каким-то патологии да, по КС да ну по сосудистой патологии это высокотехнологичная и соответственно дорогостоящая помощь на одном пациенте выделяется там порядка полумиллиона может больше там на сто тысяч может меньше ну короче очень много денег соответственно раз он выбил эти деньги эти деньги надо ну опять эти объемы надо закрыть и тогда уже идут к этим вот хирургам сосудистым и как бы требуют от них закрывать объемы что это значит для пациента что если эти объемы не закрываются вот попадаешь ты под эти ну под эту помощь не попадаешь тебе ее сделают то есть допустим бабушке 90 лет ну зачем ей это стентирование чаще всего но она все равно окажется на столе и вот этот риск между операцией вот этой и мнимум каким-то благополучным эффектом улучшения жизни ну какой-то здесь иллюзорный и скорее всего его нету но они все равно пойдут и поставят этой бабушке стенты и как бы может быть даже убьют ее на операционном столе то есть на больных открыто откровенно начинают зарабатывать не боясь Бога закона нефига ну вот это капитализм чтобы вы понимали к чему мы пришли они тоже хотят делать конечно хотят они хотят а кто их не хочет собственно что врачи не люди у нас почему-то в государстве прямо культивируется ситуация что врачи дали клятву гиппократа хотя никто из врачей ничего подобного не давал мягко говоря и что они просто обязаны забесплатно забыв про семью сон и так далее пахать пахать и когда вы заходите в поликлинику то мыть вам ноги и подавать вам кофе ну скорее всего общество хочет именно таких врачей фигушки никаких у вас не будет скоро совсем немножко остался насчет оборудования послушайте я не понимаю почему стоит эта техника я понимаю почему она столько стоит но если бы еще раз говорю у нас была бы монополия именно на оказание медицинской услуги были бы и заводы которые выпускали для себя внутри чтобы варить эту технику и вот этот ЭКГ аппарат он стоит не больше 5000 рублей на выходе понимаете это легко просчитать там всего лишь крутится вот такой моторчик какие-то проводочки то есть там ничего нету на 5000 а у нас в больнице закупают это все от 140 тысяч то есть представляете насколько больше тот же дефибриллятор ну что это такое два утюга которые ну и конденсаторы там стоят ну что-то там какой-то мониторчик ну ему красная цена 10 тысяч на выходе мы его покупаем за 400 тысяч 400 тысяч это машина новая прослушали видео действительно страшные вещи происходят в больницах было сказано вместо того чтобы лечить человека оказывают ему услугу и как каждую услугу надо оплатить так вот к чему я все это веду я выкладываю школа здорового образа жизни для того чтобы вы могли самостоятельно и должны вообще-то самостоятельно заботиться о своем собственном здоровье не будьте наивными людьми изучайте науку здорового образа жизни о которой я рассказываю вам на своем канале